Знакомьтесь, Арнольд. Он отверженно пытается скрыться от жестокого и беспощадного правительства, которое принуждает его 24 на 7 заниматься любовью. 20 июля Арнольд отправился в межгалактический круиз. Вернувшись домой 27-го, он не обнаружил на Земле ни одного представителя мужского пола. Все пошло наперекосяк. Телефоны и микроволновки не работают. Убер заменили на велосипеды и конные повозки. Вместо ламп в домах снова горят свечи. Все потому, что области, в которых работали преимущественно мужчины, остановлены. Арнольд, зачем ты убегаешь? Каждый день твое тело вырабатывает до 70 миллионов сперматозоидов. Ими ты физически можешь оплодотворить до 8 женщин в день. Но так как многие брезговали к тебе даже прикасаться, было решено искусственно подсаживать семя в яйцеклетку. И число беременных увеличилось до 15 миллионов. Ты сейчас не просто популярнее всех сестер Кардашьян. Ты стал предметом государственной важности. Женщины ублажают тебя и тщательно обследуют. Но есть и вторая сторона. Ты пленник и не имеешь права покинуть страну или уклониться от обязательств. Твое семя стоит больше любого драгоценного металла в мире, за который вскоре начнется Третья мировая война. Все это закончится через... А тут довольно жутко. Эй, кто выключил свет? Арнольд лучше ничего не трогай. Что происходит? Беги, Арнольд! Матерь Божья, похоже, мы оказались в 13 веке. Прямо во времена священной Инквизиции. Вот это крутая экскурсия. Основной задачей Инквизиции была борьба с юридиками. Эй, Арнольд, а тебя-то за что? Кажется, я понял. Они приняли телефон за орудие черной магии. Инквизиция плохо ладит с прогрессом. Когда Галилей доказал, что Земля вращается вокруг Солнца, это тоже противоречило католическим представлениям. Арнольд, тебе не повезло. В те времена всех рыжих подозревали в связях с дьяволом. Успокойся. Сначала тебя просто допросят. Присаживайся. Здешние стулья специально сделаны из железа, чтобы их можно было нагреть. Обычно признания добивались с помощью пыток. Тебе нужно отказаться от ереси, Арнольд. Во времена Инквизиции было много язычников. Их обряды принимали за черную магию. Язычников старались обратить в католичество. Ну же, Арнольд, прими католичество, и ты свободен. Это правда. Инквизиция иногда отпускала раскаившихся. Святые угодники. Что опять? Похоже, что на тебя кто-то донес. Люди часто обвиняли в ереси друг друга, чтобы устранить своего врага или конкурента. Не знаю, вынесешь ли ты новые пытки. Познакомься, Арнольд. Испанский сапог. Вилка еретика. Колыбель Иуды. Арнольд, я все-таки советую тебе признаться во всем. Вот так. Распишись, что являешься магом-некромантом и гномом. Но есть и плюсы. Пытки закончились. А Инквизиция на самом деле не казнила людей. После признания преступнику выносили приговор в государственном суде. Спокойно, Арни. Никто не будет тебя сжигать. По закону тебе всего лишь отрубят голову. Сори, Арнольд. Я не любитель кровопролитных сцен, поэтому мы с вами посмотрим интересную информацию. Давайте пожелаем новым друзьям Арнольда приятного аппетита и познакомимся с ними. Итак, оборотни называют ликантропами. Словом, пришедшим из античной Греции. Автором термина является историк Геродот, который две с половиной тысячи лет назад в описании Скифии упоминал о людях, способных мгновенно превращаться в волков. А вот что касается вампиров, то в словаре Оксфорда слово «вампир» впервые появляется в 1734 году. Арнольд, ты жив! Как я рад! Но что у тебя на шее? Не может быть! Первый человек, которого одновременно укусили и вампир, и оборотень. Мне уже интересно, как ты будешь теперь выглядеть. Пока ты ищешь идеальную форму, расскажу один занятный факт. В 1999 году 907 американцев оформили страховой полис против самих себя на случай, если они вдруг полнолуние превратятся в оборотни. А вот так тебя быстро раскроют. Нужно выбрать вид нечисти менее броский. Тем более еще в средневековые времена рыжие считались вампирами. О, Фрэнки уже добавляет тебя в друзья. Это приятно. Он тоже собран непонятно из чего. Мы знаем про вражду вампиров и оборотней. Я никогда бы не подумал, что увижу эту хрень в одном теле. О, ты проголодался. Теперь тебе нужно есть за двоих. Отправляйся на поиски жертвы. Идеальная жертва. Бон на пяти. Арнольд, а ты где? А как ты хотел? Против природы не попрешь. Не забудь только убрать за своим песиком. Тоже мне кровопиться. С такими успехами можешь вообще переходить на веганство. О, забыл тебя предупредить на двойное существо и двойная охота. Теперь надо оставить свою вражду, так как у вас теперь общие враги. Молитвы тебе уже не поможут. И, конечно, чеснок для тебя смертельно опасен, глупец. Ты не первый, кто страдает от такой охоты. В 16 веке французский парламент принял закон об истреблении перевертышей. В результате с 1520 по 1630 годы в стране по обвинению в оборотничестве было уничтожено более 30 тысяч человек. Тебе повезло. Защитники Гринпис всегда на чеку. Арнольд, где же ты теперь будешь жить? Похоже, в лесу. Ну, я даже не переживаю. Ты ведь наверняка знаешь, что нужно напихать листья под футболку, отфильтровать воду и... Нет, не ешь тут ничего! Так, пока ты еще недалеко зашел, прислушайся по сторонам. Шум трактора слышно за 3-4 километра. Лай собаки за 2-3 километра. Идущий поезд за 10 километров. Песни BTS слышно всегда. Ох, кто там, Арнольд? Ого, ты только глянь! Этот малыш тоже заблудился, как и ты. Ведь толстые лори обитают преимущественно в тропических лесах. Даже не вздумай его гладить! Лори слизывают свои локтевые суставы, которые выделяют опасный яд, поэтому их укус может быть смертельным. Тебе стоит держаться дальше звериных троп, и если удастся выйти к ручью, это будет только плюс. Тут можно раздобыть еды, выловив рыбу. Да, таким способом ты и до ночи не справишься. Как видишь, я был прав. Ночь – самое опасное время в лесу. Предлагаю тебе переночевать тут на дереве. Да, некомфортно, но зато безопасно. Утром тебе нужно выйти на поляну, чтобы быть заметным для спасателей. Найти человека в лесу – это настоящая спецоперация, в которой задействованы спасатели, добровольцы и военные. Местность делят на квадраты и тщательно прочесывают их. Но бывали случаи, что потерявшийся человек, сам того не зная, искал себя. Он выбрался из леса, никому не сообщил это и присоединился к поискам самого же себя. Тебя заметят с воздуха, если развести огонь и накидать туда свежие листвы, чтобы шел густой дым. Упс, тебя нашли не спасатели, а местный егерь за твои костры в лесу. Мы закуем тебя в наручники, а гроб будет металлическим. Готов? Полезай! За прошлое погребение Арни научился главному правилу – дышать стоит спокойно и глубоко, чтобы беречь кислород. Хватит отдыхать, нужно избавиться от наручников. Достаточно сломать себе по одному пальцу на каждой руке, чтобы кисть вылезла из кольца. Ни хны, Чарни, у тебя останется еще по два пальца. Используй ремень или часы и попробуй пробить трещину в крышке. Металлический гроб имеет слабые места по контуру. Да ладно, я прикалываюсь, Арни. Тебе не сломать металл. Над тобой два метра земли, которая давит весом почти в две с половиной тонны. Так что третье погребение станет последним. Арни, 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 где ты? Ах, ты ж маленький засранец. Да ты Гудини, Арнольд. Он также пробирался в секретное отделение, а потом через люк в полуметре от земли выползал наружу. Вот только где люк, Арни? Сюрприз! Ты же не думал, что я позволю тебе так просто выбраться? Плыви наверх, Арни, пока бетон не застыл. О, да, я забыл сказать. Незастывший бетон при взаимодействии с водой образует щелочные молекулы. В твоей коже много влаги. Так что будет больно. Вставай, ленивая жопа! У меня есть кое-что для тебя. Тебе осталось жить 24 часа. Советую загуглить, что делать в таких ситуациях. Ммм, для начала очистить историю браузера. А вот топ-3 ответа на вопрос, как бы вы провели последний день жизни. С близкими. Думаю, Арнольд, это не твой случай. Второй вариант. Наесться до отвала вредной еды. Но этим ты занимаешься каждый день. И, наконец, оказаться у океана с любимым человеком. А вот это уже интересно! Неужели ты сделаешь то, о чем мечтал всю свою жизнь? Упс! Кажется, у тебя закончился бензин и деньги. Но можно же взять кредит! Живем-то последний день! Бери максимальную сумму, чтобы почувствовать себя самым богатым человеком на Земле. Джефф Безос, владелец Амазон, за 50 секунд может заработать на новую модель Тесла Модел С. Да и ты теперь богат! Можно арендовать свой собственный самолет и улететь куда угодно. Арнольд, что ты задумал? Ничего себе! Ты решил отбить Тагаю у ее парня и забрать ее с собой в путешествие? Арнольд, ты мой герой! Эх, а вот бы как-то открутить время назад, чтобы насладиться этим моментом. А что, если я скажу, что это возможно? Чтобы день не заканчивался, надо обогнать Солнце. Надо лететь на Запад по экватору со скоростью 1667 км в час. Если лететь с такой скоростью, то всегда будет день. Но это, к сожалению, никак не повлияет на твой таймер. Остаются последние секунды, Арнольд. Ну же, сделай это. Арнольд, ты жив? Понятно. По договору у тебя нет права умирать, пока не заплатишь кредит. Пока, Арнольд! Выглядишь хреново. Но это стоило того, ты многим поднял настроение. Погоди, неужели ты в коме? Глядя на тебя, кажется, что ты умер, но внутри ты все еще жив. В коме ты не способен реагировать на внешние раздражители. Поэтому вполне сойдешь за фаната кей-поп и сможешь годами слушать на повторе одну и ту же песню. Люди могут провести в коме от нескольких дней до десятка лет. Эдуардо Бара в возрасте 16 лет впал в кому и провел в ней 42 года. По словам пациентов, во время комы они ощущали себя некой материей. Блуждали по длинным сырым коридорам, лабиринтам, проходили сквозь сложные механизмы. Степень комы определяют по шкале комы Глазго, где 15 баллов — это ясное сознание, а 3 балла — это смерть мозга. Арнольд, они собираются отключить аппарат. Очнись, и я обещаю больше никаких опытов над тобой. Свет в конце туннеля. Давай, Арни, ты сможешь. Никогда не думал, что так скажу, но ты заставил меня понервничать. Что-то ты сегодня заигрался. Единственное разумное решение за день — лечь спать. Спокойной ночи. Целый день, проведенный за видеоиграми, не пройдет бесследно. После такого перевозбуждения может быть кое-что страшное. Сонный паралич. Фаза быстрого сна. Когда тело обездвижено, мышцы скованы, а ты при этом видишь и слышишь. В такие моменты случаются галлюцинации. И кажется, что на тебя взобрался демон. Но это ненадолго. Что такое, Арни? Боишься спать в темноте? Около 10% людей на всей планете страдают никтофобией, страхом темноты. Ученые полагают, что это заложено генетически. Наши предки боялись быть съеденными ночными хищниками. Поэтому в темноте воображение рисует самые жуткие картины. Кажется, за окном кто-то есть. Ха-ха, Арнольд! В битве с икундяев ты бы занял первое место. Весь страх формируется в миндалевидном теле головного мозга. В этом полуторасантиметровом мешочке формируется ощущение страха. Правда, были случаи, когда у людей миндалевидное тело было разрушено вследствие болезни урбаха Витте. Это отключает чувство страха навсегда. Но это точно не про тебя. Ты боишься всего, даже собственной тени. Ладно, уговорил, я включу свет. Чтобы ты не думал, что тут кто-то есть. А спать с включенным светом – плохая идея. Это подавляет выработку гормона сна мелатонина, что может привести к лишнему весу. Поэтому выбор очевиден. Чтобы не стать толстым трусом, давай спать в темноте. Да, уснуть, когда кажется, что в комнате еще кто-то есть, непросто. А может, это всего лишь твое воображение? А может и нет. Вставай! Плохая погода – это не повод для выходного. Не хочешь идти на работу? Тогда предлагаю поработать лежа в кровати. Когда в НАСА изучали воздействие невесомости на человека, они заплатили 18 тысяч долларов добровольцу, который пролежал 70 дней. Только не вздумай вставать. Я заплатил снайперу, который ликвидирует тебя при первой попытке. Есть и пить будешь лежа. Увидимся позже. Парни, ты выспался? Как дела? Что-то не очень. Видно, что появился лишний вес. Вся энергия, полученная из пищи, никуда не расходуется. Но вот пролежний – это плохо. Из-за сильного давления кровь перестает поступать к участкам кожи. Держись, старина! Хорошие новости, Арнольд! Ты близок к рекорду, поставленному советскими учеными. Триста семьдесят дней в кровати! Выглядишь неважно. Каждый день ты терял пять процентов мышечной массы. Плюс ко всему пострадали и твои кости. Из-за малоподвижности костная ткань не наращивается, а старая быстро разрушается. И как ни парадоксально это звучит, но заснуть лежа становится невозможно. Без смены деятельности мозг не понимает, какое время суток сейчас и нужно ли спать. Но в этом есть и свои плюсы. Ты сможешь пересмотреть все любимые сериалы. Оставляю тебя тут. Приятного просмотра. С таким костюмом тебя бы даже не пустили на первый съезд Комик-кон. В мире косплееров есть свои звезды. Девушка Энако. А зарабатывает Энако тридцать два доллара каждый час. Это двести семьдесят восемь тысяч долларов в год. Стоп. А где она? Вон там. Не дай ей уйти. Вау, это же Сейко Шидори, бывший капитан небесного отряда, мечтающий стать королем самураев. В детстве его приняли в небесный корпус, где он защищал свою страну от шинигами, вампиров, пиратов и девочек-танкисток. Когда все друзья отвернулись от него, он остался наедине с тьмой внутри себя. Арнольд, ты попал в самый популярный аниме-жанр «Сёнэн». В нем герой с низов достигает вершины и побеждает главного противника. Тебе придется усердно тренироваться, чтобы стать сильнее и понять его философию. Вперед! Знакомство с культурой мы начнем со старшей школы. Важный период в жизни любого аниме-подростка. О, да! В аниме любая девушка идеальна. Для некоторых мужчин это завышает требования к своей избраннице и часто в конкуренции побеждает вайфу. Нарисованная жена. Арнольд, кажется, ты создан для аниме. Такой идеей могут помешать только гандамы из жанров меха и кайдзю. Чтобы создать аниме, придется сначала отрисовать мангу. Манга — тот же комикс, только читается задом наперед. В Японии на их печать уходит больше бумаги, чем на производство туалетных рулонов. О, Арнольд, ты не теряешь время зря. Кстати, они твои сводные сестры. А вот и он. И ты готов к этой битве. Открывай банкай и не трать фуриоку зазря. Аджиме, используй силу титана-прародителя. Контролируй свою ариацию. Сейку щедори слаб. За ним лишь тьма, а за тобой свет, дарованный тебе дружбой. Вспомни, ради чего это все. И не дай никому сбить тебя с ног. Отлично справился. Дамы и господа, первым туристом, кто выиграл бесплатный билет на Луну, будет участник под номером 2871. А вот и этот счастливчик. Знакомьтесь, Арнольд. Среднее расстояние от Луны до Земли — 384 467 километров. И каждый год она отдаляется на 3,5 сантиметра. За всю историю, пока лишь 12 человек ступали на поверхность Луны, ты будешь тринадцатым. Согласен, число не самое счастливое. Но зато представь, сейчас кроме тебя на Луне никого нет. Ну да, это не Майами. Тут бывает минус 173 по Цельсию. И повсюду радиация, уровень которой в 200 раз больше, чем на Земле. Без скафандра не обойтись. Но пока тебе, как туристу, можно заселиться в отель. Правда, его строительство запланировано на 2025 год. Давай отправимся на обратную сторону Луны. Тем более тут куча оставленной астронавтами техники. Хватай луноход, заводи мотор и погнали. Да-да, на Луне тоже есть моря, которые залиты отнюдь не водой, а застывшей лавой. Арнольд, что ты нажал? Тормози! Поздравляю, ты только что разбил китайский луноход ЮТу-2. И повредил свой скафандр. О, нет. Юстон, у нас проблемы. Не переживай, Арнольд, помощь уже в пути. Правда, чтобы добраться до тебя, им понадобится трое суток. И эконом кислород. Вижу, день не сразу задался. Никогда не думал, что скажу это, но мне тебя очень жаль, Арнольд. Я знаю, кто может тебе помочь. У доктора Джо есть секретный состав, который способен погасить любую боль. Но для вас, рыжих, анестезии нужно больше, чем обычным людям. Это все из-за гена, который дает такой цвет волос. Наше тело состоит из огромного количества клеток. Для того, чтобы они могли взаимодействовать, существуют специальные белки в клеточном мембране. Ионные каналы. Ионные каналы – это настоящие врата чувств, благодаря которым мы можем ощущать тепло и холод, запах и вкус, а еще испытывать боль. Ты можешь в большом количестве есть шоколад. Научно доказано, что именно шоколад может вызывать головную боль. Пожалуй, Арнольд, этот диперт тебе к лицу, и ты больше никогда не почувствуешь той физической боли, которую мне приходится тебе наносить. Но рано радуешься, дружок. Боль бывает еще и эмоциональной. Поэтому держись. Например, такой, как от неразделенной любви. Такую боль испытывают люди, которые обналичили свой биткоин в 2015-м. Арни, друг, не вешай нос. Ты же не чувствуешь боли, и это может только подчеркнуть твою индивидуальность. Можно, например, вшить себе в лоб бриллиант, как это сделал рэпер Лил Узелент. В мире есть люди, которые не чувствуют боли. Это следствие дефектогена SCN9A. Такие люди отличают холодное от горячего и чувствуют прикосновения. Но вот болевой сигнал не проходит. Арнольд, неужели ты собрался выйти в ринг и отомстить парню Тагаи за тот поцелуй? Запомни, Арнольд, не чувствовать боли это еще не означает, что ты бессмертен. Тебе срочно нужно отправиться в больницу. Согласен, ты еще тот лентяй. Так что, пока ты не чувствуешь боли, можно обойтись и обычным скотчем. Упс, кажется, сила препарата доктора Джо закончилась. Добро пожаловать в нормальную жизнь, Арнольд. Что с внешним видом? Нас же дети смотрят. Теперь нельзя просто взять и изменить свой стиль. Ты все портишь, мать тво... Кхм-кхм. Ладно, ты знаешь, что в среднем ты произносишь 7 тысяч слов в день. После года молчания ты... Вот дерьмо, Арнольд. Я все для тебя делаю, и ты должен меня слушать. Арнольд, ты с ума сошел? Эта стереосистема издает звук громкостью свыше 150 дБ. Она разорвет твои барабанные перефонки. И даже такой болван, как ты, должен понимать, что включать такое не стоит. Так, все. Арнольд, я забираю у тебя не только стереосистему, но и телефон, ноут, иксбокс и все твои игрушки. Противиться думал. Ты серьезно? Получай, дерьмо мелкое. Не смей, не смей включать стереосистему иначе. Какого черта? Арнольд, если ты еще раз такое учудишь, я посмотрю, что будет, если тебя распилят заживо на тысячу частей. Вот так. А теперь приведи себя в порядок. После года молчания звук твоего голоса кардинально изменится. Мозг настраивает наш голос, полагаясь на слух, а за год уши забудут, как ты звучал. И да, говорить после длительной молчанки будет больно. Без тренировок голосовые связки ослабли, а твои легкие быстро истощаются из-за нехватки воздуха. Выглядишь странно. С тобой все хорошо? Хм, ты как-то изменился. Помни, ты всегда можешь со мной поговорить. Ты ждешь друзей? По-моему, друзья себя так не ведут. Что же ты натворил в этот раз? Это не ты, а твоя опасная тетка. После того, как она освободилась, она вновь встала на кривую дорожку. И тебя берут агентом ФБР на 24 часа. Ведь один ты знаешь ее мысли лучше всех. Численность агентов ФБР составляет около 15 тысяч агентов, имея 26 региональных офисов. А главная тренировочная база находится в Уантико, штат Вирджиния. На базе находятся более 100 специальных агентов, занимающихся подготовкой новых агентов. Они научат нашего Арнольда уму-разуму. Агент ФБР должен быть готов ко всему. Но не к такому же. Как это может пригодиться, Арнольд? Агенты ФБР получили право носить оружие в 1934 году. Только через 26 лет после основания. Сейчас стрелковая подготовка — одна из главных. И вроде бы у Арнольда получается. Доказав свою подготовку на всех этапах, наш Арнольд сможет стать агентом ФБР на 24 часа. Неплохая компания, Арни. Возможно, наш Арнольд попробует свои силы в киберотделе, созданном в 2002 году, где суперсовременные технологии помогут Арнольду в поиске. Неужели, Арнольд, ты нашел свое место? Ну же, Арнольд, поднажми. Понятно, на что я мог рассчитывать. Твой живот всегда на первом месте. Благодаря наводке, которую получил, конечно же, не Арнольд, ФБР удалось узнать, где живет подельник ее тети, байкер Баффало Джо. И сейчас будет проводиться спецоперация. Вот и наш подозреваемый. Все на выход. Ну же, Арнольд, почему у тебя всегда какие-то сюрпризы? Арнольд, скорее, твоим коллегам нужна помощь. Да как ты его так остановишь? Что? Что? Да быть не может. Твоя нелепость сыграла с тобой хорошую монету. Странное выражение, конечно. Вот и твой шанс допросить заключенного. Ну, Арнольд, нужно спрашивать, чтобы получать ответы. А говорят, молчание золото. О, у тебя идея? Ты будешь проводить урок по хорошему поведению. О, боже, какой коварный ход. Арнольд, я тебя не узнаю. Не ожидал, что ты сможешь сломать эту гору из мышц, как ребенка. Что же, Арнольд, ты уже совсем близко к поимке своей тети. Арнольд, я тебя не знаю.